Что вы думаете сегодня о Путине? Да я о нем всегда одного мнения была. Я ни разу за Путина не голосовала, например. Что я думаю о человеке или о перспективах его... Как о человеке сначала, а потом о перспективах этого человека, если он человек. Он бесчеловечно себя ведет, безусловно. Я его не знаю лично, я ни разу его не видела. Но он принес... Но это диктатор, который принес страдания и разрушения огромному количеству людей, который войдет в историю как кровавый диктатор, безусловно. Мне кажется, мне не нужно говорить о нем как о человеке, в силу того, что он президент России. Вместе с тем, мне кажется, что его позиции выглядят прочными. Мне кажется, что пока он сохраняет власть, война в Украине будет продолжаться. Я не исключаю того, что, может быть, кто-то там будет пытаться с ней вести какие-то переговоры. Но это не приведет ни к миру, то есть не приведет к выводу войск с международно признанной территорией Украины, ни к примирению, потому что примирение – это еще и суды над военными преступниками, компенсации, возмещение ущерба, все, что предусмотрено международным законодательством, и на это год уйдут. То есть я не вижу, что это будет происходить при Путине, и вместе с тем я не вижу слабости его режима сейчас. Понимаете? То есть сказать вам, было бы с моей стороны безответственно сказать вам, что режим Путина рухнет через год. Не вижу к этому предпосылок. Пока что. Но бывают сюрпризы. Спасибо за честность. Мне очень нравится такой разговор честный. А что тут такого? Я, по-моему, выразила позицию очень многих людей. Вы честно обрисовали ситуацию. Я просто не люблю вранья, когда начинают говорить лозунгами или еще чем-то. Очень... Скажите, вы же Навального знали лично, правда? Да. Что это был за человек? Вот ваша характеристика. Прежде чем я буду говорить, что это был за человек, я скажу, что он мой друг. Это важное замечание. Его убийство просто потрясло большое количество людей в России, и россиян за пределами России, и меня лично. Это большая очень трагедия, на самом деле. Но он был очень талантливым человеком, безусловно. То есть это, наверное, единственный пример того, как политик в авторитарной стране добился стопроцентной известности. Когда уже было перекрыто телевидение, когда были перекрыты все газеты. То есть он добился стопроцентной известности в России как главный оппонент Путина. Это первое. Второе... Я не как человек говорю, это сейчас больше как политик, наверное, все-таки он известный как политик. Второе, он политизировал большое количество людей, несколько поколений, на самом деле, людей. Дело в том, что политика... Я не знаю, как в Украине, я не знаю. Но вот у нас воспринималось какое-то очень скучное дело, никто этим не интересовался особенно. Тем более тогда был экономический рост, неплохие были времена. Люди жили частной жизнью. В общем, там коррупция не особо мешала. Ну, может, и мешала, но не так, чтобы очень сильно. И ему удалось привлечь внимание к политике, в частности, к проблеме коррупции. Это потрясающе, ведь коррупция страшная, скучная штука. Если вы будете читать научные статьи про коррупцию, вы уяснете на третьей странице, как измерять коррупцию. Я прочитала там много разных таких научных статей. Вот. Вот ему удалось политизировать, и это, конечно, его огромный талант. Он жутко работоспособный человек. Он всегда говорил о том, что хватит ничего не делать. Надо что-то делать. Вот. И сам был очень работоспособным человеком. Харизматичным, безусловно. Мне нравилось в одном одно качество. Очень, если говорить про его личность. Я делала в том, что два раза брала у него интервью, работая на Дочи Вэля. И первое мое интервью с ним было неудачным. Я его признала неудачным. Потому что я была недостаточно хорошо готова к нему. И он, когда видел слабость журналиста, он не то чтобы начинал его унижать, но он все переводил в шутку. Это превращалось все в какой-то комедийный разговор. И вот со мной так случилось. Я вынесла уроки из этого. И второй раз, когда я сделала с ним интервью, я к нему как следует подготовилась. То есть это не значит, что я вообще не готовилась к интервью с Навальным. Я просто не так готовилась. И я поняла, как надо готовиться. И не только к интервью с ним. И сделала интервью намного лучше. И я помню, что он у себя в соцсетях написал, что я сильно профессионально выросла. О чем это говорит? Это говорит о том, что он не находился в плену стереотипов. То есть если он видел, что у человека есть прогресс, профессиональный прогресс, он это признавал. Это называется меритократия. Это то, что у него было. И вот со мной это случилось. Он обладал незаурядным литературным даром. Он отлично писал. И его стиль абсолютно уникален. Он очень сильно работал над собой. Он же прошел огромную личную трансформацию в течение 20 лет, что он занимался публичной политикой. Огромную трансформацию в лучшую сторону. Он стал... Он был таким человеком из интернета, к которому никто серьезно не относился. А он стал моральным авторитетом в России. Я про Россию сейчас говорю. В России. И не просто так. Поэтому я отношусь к нему с глубоким уважением и восхищением. Это ужасная потеря для его семьи, для многих людей. И главное, что ведь Навальный определял политическую повестку оппонентов Путина. То есть вот Навальный напишет какой-то пост даже из тюрьмы. И все обсуждают, например, стратегию на путинских выборах. Или очень-очень-очень много всего. Или когда он написал большой манифест, связанный с тем, что в путинизме виноваты 90-е, что именно в 90-х были заложены основы путинизма. И тогда ему отвечал профессор Колумбийского университета Тимоти Фрай. Понимаете? То есть он был абсолютным лидером. Человеком, который формировал политическую повестку. Я не люблю оппозиции. Ну, давайте, потому что оппозиции у нас нет. Как таково у нас такое сопротивление или оппоненты Владимира Путина. Вот. Поэтому... Ну, было очень тяжело, потому что у меня одновременно... Почти это произошло с разницей в два дня. Убийство Алексея Навального в пятницу, когда хранили мою бабушку. А до этого, 14 февраля, моя бабушка ушла тоже. Так что, честно говоря, стараюсь... Я осознаю это, конечно. Но стараюсь делать так, чтобы сохранить самообладание. Вы знаете, удивительно, в России за последние, ну, наверное, лет 30 было два самых ярких политика. Это ваш отец и Алексей Навальный. Обоих убили. Вы были дочкой одного и дружили с другим. Удивительная история, правда? Ну, я не могу сказать, что она очень удивительная. Я называю себя... Я его считаю своим другом. Я не знаю, кем он считал меня, но относился ко мне очень хорошо. Он, кстати, даже приезжал на форум Немцова в 2019 году, который организовал тогда фонд Немцова. И я вела дискуссию между ним и Фрэнсисом Фукуямой. Я знаю, что Фрэнсис к вам часто очень приезжает в Украину. Да, да. Он интересовался российской оппозиционной политикой. Он намного больше был сфокусирован на Украине и Грузии, кстати. Вот. И тут я его втянула в нашу оппозиционную политику, пригласила на форум, где он выступал с речью о свободе, а потом была вот эта дискуссия между Алексеем и Фрэнсисом Фукуямой. Есть фотографии, есть запись в интернете. Можно посмотреть. Вот. Ну нет, такого нет, в этом нет же чего-то удивительного, наверное, потому что это закономерно. Так как я избрала путь общественного деятеля, то в некотором смысле закономерно, что я знаю Алексея Навального. И более того, я как журналист дважды у него интервью брала. Вы знаете, я не хочу вас обидеть, но я понимаю, что вы россиянка, но я считаю Россию страной без прошлого. Без настоящего и, увы, без будущего. Вы верите в будущее России? Не, ну это какое-то интересное заявление. Ну прошлое это какое-то есть. Оно может быть, это негативный опыт. Это даже не прошлое, это черти что, на мой взгляд. Не, ну есть у страны какая-то история. То есть какое-то прошлое есть, другое. Я так понимаю вашу мысль, что это историческое наследие со знаком минус. Правильно? Да, вы знаете, как Задорнов говорил, интересно. Он говорил, великая страна с непредсказуемым прошлым. Нет, нет, я думаю, что прошлое вполне изучено. Я не понимаю шуток Задорнова, я из другого поколения. Это во-первых. И Жванецкого. Я не понимаю этот юмор. Вот, я думаю, что странно такое делать заявление, потому что история у стороны была. Другое дело, с каким знаком эта история. А какая же история? Никто не знает, насколько она правдива. Мы не можем понять, что у нас пять лет назад было. Что уж говорить об этих рюриках, о которых Путин любит разговаривать. Ну, это уже совсем давняя история. Я думаю, что то, что имеет отношение к... Есть разные точки зрения к текущей ситуации. Это все-таки коммунистический режим, где Россия была митрополией. Настоящее выглядит очень плохо. Оно есть, но оно очень плохое. Это, если говорить про Россию, такой авторитарный, репрессивный, даже, я бы уже сказала, близится к тоталитарному режиму. Вот недавно издание «Проект» сказало, что по масштабу репрессий Путин не переплюнул только Сталина. Да, конечно. Все это совершенно чудовищно. Не могу сказать, что наличие красного паспорта вызывает во мне какие-то позитивные чувства. Но я гражданка России. Вот в будущем я с вами соглашусь. Его действительно... Его не видно. Это, на самом деле, то, на чем Путин играет. То есть у него, в принципе, у самого нет никакой картины будущего. Он ничего не может предложить. И он людей... И он людей загоняет вот в это состояние апатии, состояние того, что ничего невозможно изменить, постоянно усиливая давление, устрашая людей, как в России, так и за ее пределами. Я, конечно, говорю о тех людях, которые публично высказываются. И люди демотивируются. И люди демотивируются. Это страшная вещь. Ситуация на фронте выглядит, к сожалению, не очень хорошо. Я не военный эксперт. Я знаю, что есть хорошие военные эксперты, которые лучше меня об этом могут судить. Но я думаю, что, наверное, вы со мной согласитесь. Да, с образом будущего большая проблема. Но у Путина его просто нет. Но, на самом деле, в таких условиях, которые сейчас создались, даже придумать этот образ будущего для России довольно непростая задача. Поэтому, да, это правда. Но настоящее вот такое, прошлое, такое, известное. Давайте там про полулегендарных персонажей не будем размышлять. Я думаю, что то, что сейчас происходит в России, в большей степени сейчас влияние оказывается коммунистическим строем. Вы знаете, я напоследок хочу спросить вас вот о чём. Если чисто гипотетически представить себе, что у вас появилась возможность поговорить с отцом, о чём бы вы его спросили сейчас? Что бы вы ему сказали? Ну, так как это мой отец, я его... Если бы у меня была с ним возможность поговорить, я в первую очередь поговорила бы с ним как с отцом, а не как с политическим лидером. Ну, мне было бы ужасно интересно узнать, как он оценивает мою деятельность, и поделиться с ним тем, что я делала и что я собираюсь делать. И мне были бы очень интересны его оценки. И второй вопрос, на который я пока не слышала ни одного ответа, как закончится война и когда она закончится. Потому что, по-моему, на эти вопросы нет никакого ответа. И нет... Ну, я живу в ЕС, но в ЕС, например, нет стратегии в отношении России. Просто не существует. На бумаге принимаются какие-то тактические решения. Некоторые решения принимаются очень долго. Происходят споры по поводу, например, необходимости военной поддержки Украины, в первую очередь военной. Такое ощущение, что никто ничего не знает. Это вообще страшно. Ведь лидерами стран становятся люди, которые должны знать, какая у них стратегия в отношении России. Ну, мне так кажется, учитывая, что Россия – это все-таки большая проблема для международной безопасности. А у меня такое ощущение, что мы чего-то все ждем. Ну, у меня нет никаких оснований, то есть у меня нет никаких рычагов для того, чтобы что-то решать, потому что я не обличена государственной власти. Мы все чего-то ждем, все становится хуже, хуже, хуже. Были бы рыбом. Путин понимает ставки, Путин понимает ставки постоянно, всем угрожает, а мы чего-то ждем. И мне кажется, что… Ну, я еще раз говорю, я живу в Европе, это такие эмпирические наблюдения, что люди не хотят прощаться с иллюзией, что мы живем в мирное время. Просто потому, что на территории там стран, которые входят в Евросоюз, нет войны. Это, конечно, чудовищно просто. Были бы Рейган, Тэтчер, Коли Миттеран, они бы точно знали, что делать, и у них бы точно была стратегия. Они бы удавили эту страну. История не терпится слагательного наклонения. Мы не знаем, что бы они делали, но вот какое-то ощущение… Я не понимаю, какой план. Знаете, я люблю всегда спрашивать у всех, своих друзей, коллег, а какой у вас план? И вот я бы спросила, а какой план? Есть ответ на этот вопрос? Вы больше общаетесь с мировыми лидерами, чем я сейчас. План есть или нет? Я с вами полностью согласен, плана нет. Ни плана, ни марихуаны, ничего. Ну, вот это очень тревожно. И мне было бы в этом смысле интересно мнение отца, какой должен быть план. В первую очередь, окончание войны, выводы российских войск, территории Украины. Но кроме мира, есть еще примирение. Это тоже очень сложный процесс. И об этом тоже хотелось бы поговорить и услышать мнение людей. Но я вот на первый вопрос я пока не понимаю, что вообще они задумали, задумали ли они что-то, или это просто реакция на эскалацию. Потому что, вы знаете, была очень хорошая статья, у нас есть такая российская журналистка, Фаридар Устамова, она занимается «Российская политика», она сейчас живет за границей. И она написала статью на основе разговоров вот через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Через несколько месяцев поговорила с чиновниками, имена их она не называла. И заголовок, кстати, такой «Путин всегда выбирает эскалацию». Надо делать выводы. Это правда. Сегодня была статья, я знаю, вы размещали, но вот у нас тоже было, в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, что они реально рассматривали возможность ядерного удара по Украине в 2022 году, когда ситуация на фронте для России была очень неблагоприятной на фоне освобождения Херсона. В общем, хотелось бы больше ясности в отношении политики, в отношении России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова